Павел, добрый вечер. Проигрываем его уже который раз. Нужно себе порыться и начинать второй период более ответственно. И тогда, я думаю, наладится все и будет хорошо. Ну, то есть вам кажется, что причина именно в области психологии, да, где-то кроется, что-то не хватает, какая-то химия теряется? Ну, возможно, наверное. Ну, просто, я говорю, не надо позволять себе лишних движений. Выполнять также тренерскую установку и все будет нормально. Сегодня повели все-таки, первый период выиграли, наверное, да? Ну, как я и сказал, первый период мы уже которую игру хорошо начинаем. Все выполняем, все правильно делаем и не даем сопернику, ну, вообще что-то создать. При счете 1-3 после него были еще шансы увидеть, на твой взгляд? Да, конечно, были. Всегда есть шансы, даже с 0-4, с 0-5 можно отыграться. Просто это психологически, не надо расслабляться и продолжать играть свою игру, в которой нам говорят играть. У тебя был момент, когда ты и так пытался капризово догнать и с другой стороны клюшку поднять, но все-таки он удержал, шайбу укрыл корпусом. Вот действовал бы точно так же ты в том же моменте или попытался бы его, допустим, перекрыть со стороны ворот? Ну, там я неправильно сыграл, я побежал с левой стороны, начал бегать, чтобы поднять клюшку, забрать шайбу, а надо было, наоборот, с другой стороны. И он бы как раз у меня бы и въехал. И не было бы никакого момента. Совсем скоро еще один матч против ЦСКА, но уже в Москве. Вот после таких поражений настраиваться проще или все-таки такое небольшое чувство подавленности будет присутствовать? Ну, в любом случае, там будет игра совсем другая. Будет несколько дней подготовиться, все обсудить, разобрать моменты и сыграем уже по-другому. Спасибо большое. Чувствовалась ли сегодня поддержка болельщиков вот в этом предновогоднем матче? Насколько было легче играть, чем в том же матче с Спартаком в Москве? Болельщики всегда поддерживают их, всегда слышно. И они очень хорошо болеют за нас. Сегодня, тем более, пришло много народу. Вот это всегда полегче играть. Наздравим их с наступающим, несмотря ни на что. Да, конечно. Всех с наступающим. Новым годом. И ждем 28-го? Ждем. Ждем.